Моя профессия, я режиссер профессии, уже моя профессия предполагает, что я должен анализировать ситуацию, анализировать образы и делать выводы на основе от частого к общему, от общего к частному. Поэтому я должен анализировать героя в какой-то исторической ситуации, отрезок времени жизни, поэтому я не могу себя отделить от своей профессии. Это моя профессия, общество, жизнь героев в обществе, в среде и то, что я делаю на сцене, это все взаимосвязано. Поэтому я считаю, что я работаю режиссером и одновременно являюсь интерпретатором этой жизни. А вот есть, как вы считаете, между искусством и политикой отношение, оно должно быть разделено или оно... Нет, для меня вообще культура, она постоянно в оппозиции к натуре. Есть культура, есть натура. И мы хотим познать натуру, природу и начинаем под себя подминать. Я считаю, что искусство – это уже политика. Просто мы не хотим об этом все говорить, и мы путаем. Если человек занимается политикой профессионально, это пусть будет профессиональной политикой. Но моё искусство, театральное искусство, мои спектакли, они связаны с социумом. Они связаны с взаимоотношением человека с властью, человека с средой, человека с личностями, какие-то контакты. Это на сцене. Это уже политика. Я непрофессионально занимаюсь политикой, но я упосредованно занимаюсь политикой. И на ткатуринке есть ли связь между театром, фильмом и демократией? Да, есть прямая связь. Театр, виды искусства, литература, живопись – это проявление уже свободы, проявление политики, проявление человека. Он хочет познать мир, через литературу, через искусство. Поэтому для меня есть, я считаю, что это неотделимое. Это есть одно и то же для меня. Фильм, театр – это демократические проявления. Даже в тоталитарной культуре, даже в авторитарной культуре, через иносказание, всё равно будем говорить правду. А демократия для меня – это правда. Правда нужна не во имя самой правды, правда нужна во имя себя, чтобы не быть равным. Чтобы не стать тоталитарным обществом, нужны вот такие виды искусства, как кино, театр, литература, искусство. А как Вы считаете, Вы можете предсказать, какие преследствия Вашего работы, есть ли какие-то моменты, когда Вы можете предсказать, у меня как-то акция, у меня как-то выставка. Вы можете предсказать, в какой реакции будет отправиться на мою деятельность? Конечно, могу представить, они будут преследовать. Я живу в тоталитарном государстве, авторитарном, в тоталитарном государстве. Какие признаки? Первый признак – это стандартизация образования. Государство стандартизирует образование, когда, как любой ВУЗ, они сами свои стандарты создают. Государство стандартизирует даже здравоохранение. Если ты заболел, у тебя обязательно стандартизированный подход. То есть не индивидуальный, индивидуальный, но стандарт. Когда ты говоришь, может быть, ту методику лечения, то, что японцы применяют, нет у нас стандарта. Мы должны только это лекарство применять. Понимаете, и антиинтеллектуализм, то есть преследование интеллектуалов, преследование диссидентов. В тоталитарном государстве я живу. Поэтому я знаю, что осознанно это мой выбор. Я знаю, что меня будут преследовать, но я все равно буду говорить правду. Ту правду, которую я вижу. Я чувствую себя, как казахский акин, это на западе Трубадур, поют. Казахский акин, они поют то, что видят. И я буду говорить то, что вижу. Поэтому это мой осознанный выбор. Я знаю, что меня будут преследовать. И никого я не обвиняю, и ни к другим помощью не живу. А как Вы думаете, должны быть какие-то другие артисты международные и местные отказаться, например, бойкотировать страны и преследовать артистов и другие свои меры? Моя деятельность, моя позиция влияет на мою деятельность. Мое мировоззрение, мое убеждение влияет на мою профессиональную деятельность. То есть меня ограничивают здесь. Не дают сцены, не финансируются. Звонят директорам тех театров, которые дают мне сцены, чтобы не давать Атабаеву сцену. Угрожают им. Понимаете, я от международного сообщества вот этой конкретной помощи не жду. Я не имею права к нему обращаться и требовать, чтобы они мне помогли. Я не хочу этого делать. Потому что это мой выбор. Это мой осознанный выбор. А почему я должен их вовлекать в это дело? А если бы они не хотели, например, бойкотировать? Если это их выбор, я буду только поддерживать. Это их позиция мировоззренческая. Если они хотят корпоративный интерес, со мной солидарный будет. Они считают, что я так. Я буду рад этому, конечно. И другие виды поддержки, если вот неудобно как-то общество, артисты, идеи, искусство решают, чтобы они хотели вам поддержать. Какие меры они бы как-то вам более полезны? Я не знаю даже. Я когда что-то говорю против, протестую, я не предполагаю, что они должны мне помочь. Я не знаю, какие у них методики есть. Я же не знаю. Но что они могут написать? Они могут написать протест. Это бумажка для нашего президента, для нашей власти. Если бы, я понимаю, если бы какие-то санкции, давление, например, Казахстанск, да, запрет выезда Азербайлована в Европу. Или министров. Или министров, или судей, как бы Лукашенко сделали. Я понимаю, это будет уже какой-то результат. Или же там акции в их странах сделали, пожалуй, они проводили. Например, если сообщество мировое запретит договор, заключается в Германии, 3 миллиарда евро на редкоземельный металл, чтобы поставить в Казахстан, в Германию. Если эти 3 миллиарда евро, у нас же в Алматы, в Казахстане, они сидят, ждут, когда они могут распилить, разделить. А если бы они не дали бы это, не разрешили бы, чтобы это договор не работал, это будет большой удар. Это будет трагедия для наших коррумпированных человек. Они ждут сейчас, 3 миллиарда должны прийти, мы должны распилить, разделить. Тогда будет эффект. Понимаете, когда надо бить по карману их, они уже, мне кажется, задумаются. Так что, если вы считаете, что это особый призывок к тому, что были санкции или бойкот, это более эффективно, чем как общая обращение? Писание обращения, конечно. Намного эффективнее. Потому что наш президент позиционирует себя демократическим лидером. Он светский, он очень демократичен. На самом деле, он не терпит критику. Что бы вы сказали другим артистам или художникам, которые сейчас тоже находятся, может быть, в похожей ситуации, как ваше? Не бояться. Страх – это основной инструмент манипуляции нашей власти. Они хотят напугать, чтобы мы не вякали. И двоих-троих убивает, пяти-шесть-шесть посадить в тюрьму, чтобы не повадно было, чтобы мы вот так сидели, боялись. Чтобы они этого не боялись. Люди искусственные, люди, которые не согласны, они выражали свою позицию активно. Они дома, на кухне протестовали. Они, чтобы говорили вслух. Я хотел бы, чтобы они проявили свою активность. И не бояться ничего. Потому что одного посадят, пятерых посадят. Ну, хотя сто посадят. Но тысячи они никогда не посадят. Не смогут. Нету. Тюрьмы нет. А вот, как мы узнали, Казахстан подписал Этропейскую конвенцию по культуре. Эта конвенция имеет некоторые обязанности для этих членов, включая Казахстан. Если вы при мониторинге этой конвенции и ее имплементации вы выступили, что бы вы сказали? Я бы сказал, чтобы все пункты этой конвенции выполнялись с Казахстана. Чтобы не просто там мы на бумажке являемся членами этой конвенции, а чтобы мы выполняли эти обязанности. Я не знал об этом, например, я не первый раз слышал. Я бы с удовольствием промониторивал вообще, что творится в искусстве, в культуре, как нарушаются элементарные права человека на самовыражение. Вот Канад Ибрагимов, его акции, почему его за это преследуют. Почему вообще преследуют за то, что мы говорим слова, слова, слово имеет для казахов вообще сакральное значение, и раньше так было. А сейчас за то, что ты говоришь, даже поешь какую-то песню против власти, это уже так и жанр, репер. Почему его замалчивают? Почему его вообще отодвинут в сторону? У нас таких очень много. Угу.